По синим волнам океана Лишь звёзды блеснут в небесах Корабль одинокой несётся Несётся на всех парусах Гуляй, гуляй, донёшка, да пока да на волюшка Ох, лёли, ох, лёли, пока да на волюшка Да донё за мужа да дадут, три заботушки дадут Ох, лёли, ох, лёли, три заботушки дадут Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А в городі чорна ритька, чорна ритька, чорна ритька, любить мене козак Питько, козак Питько. Ой, як любить, ой, мама, що буде, як він мене не візьме, ой, що буде, ой, мама, що буде, як він мене не візьме, ой, ой, ой. Дякую за перегляд! 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 Ну и, естественно, я любью тоже. Я люблю конкурс, фестиваль «Народная история». Знаете почему? Потому что здесь я знакомлюсь с другими коллективами, с их уникальными голосами, с их уникальными традициями. Вместе, друг друга узнавая лучше, мы помогаем друг другу расти. Мир меняется, что нужно расширять свой диапазон, расширять свои способности к вокалу. И это нам именно в народных истоках, именно это нам и помогает. Растем. Вот именно из-за этого конкурса. Народная культура – это основа. Уже дальше развивается и эстрада, и джаз, и классика, и так далее. Но народное искусство – это с народа идет. Мне кажется, что это фундамент всего. Без этого просто нельзя. Мне кажется, вот проект, конкурс «Народные истоки», они вот взяли эту изюминку, они знают, что они делают. Ну потому что, что там есть какие-то доходы или тогда нет. Мне кажется, что они в основном помогают сохранить вот эти народные песни. Опять-таки традиции, обычаи. «Очи мои черни, очи мои черни, чого ж вы косите? Бо ягод тут нема, бо ягод тут нема, кого вы любите?» Для того, чтобы культура жила, она должна передаваться из поколения в поколение. По-другому не будет. И вот те люди, которые в нашем коллективе, они очень любят народную песню. Мы не должны сидеть дома. Мы должны общаться, мы должны выезжать, мы должны друг на друга смотреть, учиться друг у друга. И вот даже если маленькая какая-то, может быть, какая-то критика в наш адрес, это не так страшно. Но главное, что мы смогли себя показать и увидеть те глаза зрителей, которые нам были за это благодарны. Вы не представляете, сколько приятных слов мы услышали в свой адрес, когда было открытие, шествие. Сколько восторженных глаз мы увидели на себе, ловили эти глаза и говорили, что мы самые красивые, самые лучшие. А творческого человека это всегда подпитывает, понимаете? А творческого человека это всегда подпитывает, понимаете? А творческого человека это всегда подпитывает, понимаете? Когда твой голос вливается в другие голоса, вот это многоголосие, гетерофония, полифония, это то чувство, это симбиоз. Ну его ни с чем не сравнить, ни как солист академического хора, ни как эстрада, это только фольклор. Это просто ты чувствуешь и поешь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот такие встречи, как сегодня происходит на нашем конкурсе «Народные сроки», они очень важны. Потому что нас жили направляют в нужную сторону. Они нам дают тот толчок к образованию, который помогает нам расти над собой и, соответственно, нашим ученикам. Все-таки главное это обучение. Мы смотрим друг на друга, мы сравниваем себя с теми коллективами, с теми исполнителями, которых мы видим на сцене. Мы сдруживаемся, мы делимся. Все очень здорово, то, что мы шли, пели песни своего региона, чтобы на площади все брались за руки, неважно было уже какой коллектив. И хоровод, который был на площади во время открытия, он нас сдружил, сплотил, и мы как единый организм стали. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И, конечно же, у нас есть фестивальная часть, которая дает возможность ребятам, участникам, не только детям, но и взрослым людям посоревноваться друг с другом, как это проходит на фону сюда, но и просто представить свою культуру. И в этом году мы сделали очень такую необычную для нас традицию. Мы организовали яркое открытие с парадом шествия участников, представляющих свои культуры. С песнями, с плясками, с частушками. Все это проходило на площади Измайловского Кремля, которая радушно нас приняла. Сама площадка говорит о том, что именно здесь мы можем встретиться и соединить наши творческие, народные традиции в одном месте. Чем ближе к проекту, тем больше мы заряжались этой атмосферой. Мы и частушки готовили, пели, и обсуждали очень активно сценарии, продумывали разные ходы, разные инструменты, разные интересные повороты, которые можно будет применить в этом проекте, особенно на открытии, для того, чтобы этот проект действительно стал ярким, запоминающимся и очень теплым. Субтитры создавал DimaTorzok Я считаю, что проведение подобных мероприятий очень важно в нашей стране. И само название очень красивое «Народные истоки». То есть очень важно понимать, что такое у нас народная культура, и очень важно ее сохранять. И поэтому я считаю, что название этого конкурса, оно отражает непосредственно саму концепцию. Концепция достаточно благородная, нанесет такую благородную миссию. Это единение, знакомство и обмен национальными культурами. Мы много ездим, много участвуем на разных фестивалях, конкурсах. Но в вашем мероприятии «Народные истоки» нам очень-очень понравилось. Меня заинтересовало то, что здесь не все включается. Не все жанры, не все направления, стили песенного искусства и хореографического, а именно само название «Народные истоки». Фольклор, народные традиции, обычаи. Мы очень любим этот фестиваль. Всегда стараемся приехать и часто, собственно говоря, приезжаем, потому что он отличается от других проектов. Он чисто народного направления. Здесь участвуют очень сильные аутентичные коллективы. Вообще хоровая традиция здесь очень развита. Интересно соревноваться с сильными, конечно. Всегда очень хороший состав в жюри. Всегда вот Ирина Юрьевна за большой благодарностью по этому поводу, потому что качественно было подобрано. Нравится то, что именно в Москве, потому что Москва – это столица нашей Родины. Народные истоки – это возможность коллективам, которые занимаются народным творчеством, себя подготовить к новым впечатлениям. То есть себя подтянуть, настроить, приехать, показать и уехать с хорошим настроением. То есть это такой обмен, творческий обмен. Народные истоки – это очень атмосферный, дружный фестиваль, который соединяет разные культуры и показывает, что, может быть, мы и разные, но в то же время у нас единое сердце, единые эмоции, отношение ко всему, творчеству, и это нас объединяет. Да, утрачиваются не то, что основные, наверное, а вообще в принципе национальная культура. Мне кажется, за этим следует забвение целых этносов. Поэтому очень важно сохранять. Ведь наша национальная Россия, она, прежде всего, ценится именно тем, что наша страна – мы национальная. И как раз именно в этом заключается символ, наверное, единения населения нашей России. Сохраняя культуру, мы становимся и богаче. Народные истоки – это самый лучший конкурс. Народные истоки – это сочетание народных традиций и обмином народных творчеств. В традициях живет душа народа, его сердце, корни находятся глубоко у нас в сердечке. Каждый народ, конечно же, просто обязан их чтить, хранить, беречь и передавать от дедов, внуков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова